Продолжаем знакомиться с рынком инвестиций. Перед тем, как выбрать какую-либо стратегию или купить ценные бумаги, необходимо пройти тестирование. Брокер выяснит ваш психологический инвестиционный тип. Эта мера – своеобразная страховка от необдуманных вложений. Существует три типа финансовых инвесторов – агрессивный инвестор, консервативный и умеренно финансовый. У каждого из них свои цели и сроки инвестирования, а поэтому и различные инструменты для получения прибыли. Агрессивный инвестор, как правило, мотивирован на получение максимального дохода. Такие люди вкладывают деньги в акции, фьючерсы, облигации и другие ценные бумаги, обладающие повышенным риском. Агрессивные инвесторы не боятся инновационных идей и решений. Они активно изучают новые рынки и новые проекты. Другими словами, активно участвуют в поиске новых высокодоходных источников для вложений. Такие стратегии выбирают обычно для краткосрочных периодов и быстрого получения прибыли. Консервативный инвестор, наоборот, главной целью перед собой ставит надежность вложений. Ему не нужны большие, но рискованные доходы, ему важнее сохранить свои деньги. Объектом инвестиций в этом случае выступают наиболее ликвидные и надежные активы. Например, государственные ценные бумаги, облигации и акции крупных стабильных корпораций. Свои инвестиции он осуществляет на долгосрочной основе. Такая стратегия подходит во времена неопределенности на рынках и во времена кризиса. Умеренный инвестор старается соблюдать баланс в своем инвестиционном портфеле путем сочетания различных ценных бумаг с разной степенью надежности и доходности. Одни бумаги рискованы для получения высокого дохода, другие спокойные, держатся в одной цене, приносят дивиденды и в случае снижения стоимости первых сбалансируют общую стоимость портфеля. Такая тактика дает инвестору возможность избежать банкротства и максимально снизить риски. Объектом инвестиций являются государственные ценные бумаги, а также акции крупных известных компаний. И, конечно, важным фактором при выборе стратегии является ваша стрессоустойчивость. Если даже при небольшом падении акций вы начинаете испытывать волнение, агрессивные виды инвестирования вам точно не подойдут. Итак, запомните, при выборе стратегии необходимо определить свой инвестиционный тип. Если нужен быстрый доход и вы готовы к рискам, то подключайте агрессивные стратегии. Если важно сберечь свои деньги и вы согласны на небольшой ежегодный доход, выбирайте консервативные стратегии. Если вы готовы к небольшим рискам, но мечтаете о большем доходе, чем в банке, то выбирайте умеренные варианты. Субтитры создавал DimaTorzok